Дорогие братья и сестры, сегодняшнее апостольское чтение начинается с послания апостола Павла к коринфянским христианам со слов «Для погибающих слово о кресте – юродство есть, а для нас – спасаемых – сила Божия». И вот если даже слово о кресте для спасаемых – сила, мы скажем несколько слов, в особенно сегодняшний день креста воздвижены. С какого времени христиане стали почитать Святой Крест? Ведь когда нашего Спасителя пригвоздили ко кресту, то ни о каком почитании креста и речи быть не могло, потому что это было оружие самой позорной казни самых отъявленных преступников, злодеев. И вот к злодеям пришли нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, который обнищал нас ради и нашего ради спасения, чтобы спасти тех, кто уверует в распятого и победившего своею смертью, смерть Господа нашего Иисуса Христа. Когда христиане после воскресения Христа, апостолы и последователи понесли слово о распятом и воскресшем Христе по всему миру, о чем сам апостол свидетельствует, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Действительно это было безумие, что это за новая религия, которая проповедует крест и распятого на нем Иисуса. За это сначала гнали, притесняли, потом убивали, мучили. И вот мартирос, это в переводе означает мученик. Кто они были, эти первые мученики? Это были апостолы Христовы. Апостолы Павла за проповедь, распятого на кресте Христа Спасителя, казнили в Риме, ему отрубили голову. Апостолу Петру вменяли в вину проповедь, распятого на кресте Иисуса, потому что весь языческий Рим не знал, кто такой Иисус. Они к нам не с языческим богам, статуям, истуканам обожествляли собственных императоров, но кто такой Иисус, которого вы проповедуете? А мы проповедуем Христа распятого, проповедовали последователи христианской веры. И, конечно же, в первые века христианства, когда полилась христианская кровь рекой, эти римские цирки, куда выводили, выгоняли и женщины, и детей, и стариков, христиан, которые просто веровали во Христа ко львам, их пытали, мучили, на них выводили диких зверей. И это было зрелищем. Что делали христиане? Христиане выходили, собирались друг к другу близко, женщины, мужчины, вот как в храме собираются все вместе, только они еще плотнее становились. Они знали, что вот эта разъяренная толпа, которая пришла увидеть зрелищ, как будут съедать львы, христиан, молящихся распятому Иисусу. И они сплачивались, они как один монолит стояли на этих аренах цирка. И вот выпускали львов, и христиане стали добычей этих диких животных. Но христиане пели псалмы, они славили Господа, они прославляли Иисуса распятым. Что делали римские власти? После того, когда даже публика видела, что идут без страха на смерть и жены, и дети, и старики, а для римлян без страши, смелость. Это было особое почетное поведение. И они думали, ну нельзя же идти женщинам и детям на смерть, не боясь, вот как идут эти христиане. Значит, за этим что-то стоит, и многие стали интересоваться, что за религия такая, что даже немощные женщины, дети, старики идут на смерть без страха. А они выходили еще все вместе пели. И вот тогда вводится еще одна дополнительная казнь. Христианам стали вырезать языки. Нужно сказать, что ко львам вот такое зрелище публичной казни касалось только трех категорий людей. Первое, это беглые рабы. Второе, это те, которые убивали своих родителей. И где-то убийцы. Вот три категории, которые были казнены львами, и туда же выпускали христиан. И они пели, они когда имели возможность, они говорили, что мы не убивали детей, мы не убивали родителей, мы не беглые рабы, мы христиане. Но когда не было у них языков, тогда они должны как-то были выразить то, что мы не из тех, которые страдаем по вине. Мы без вины за веру. И тогда они стали показывать жестами, что мы христиане, а как? Это крест. Они показывали вот так, они показывали вот так, без языков выходили. И как мы сегодня идем на причастие, вот так складывали христиане, и было видно, что это не за преступление против людей, детей или беглых рабов. Мы христиане, мы умираем. Мы не можем об этом сказать, но мы показываем, откуда стало появляться немое. Немое, то есть свидетельство креста. Мы умираем за распятого, который умер на кресте за нас. И вот, дорогие братья и сестры, мы понимаем, что таким образом, вот таким образом продолжалось почитание крестного знамена. И до сегодняшнего дня все христиане крестят пищу, крестят дорогу, осеняют себя крестным знаменем. В дорогу отправляют детей крестят, на фронт, на войну, в больницу, врачи крестят. Войны Синецкий, Лука всегда больное место, которое врачевал, он был хирургом, обязательно осенял крестом или даже помазывал йодом, крестным знаменем. Потому что он знал, что в кресте заложена удивительная сила, и мы с вами молимся, огради нас, Господи, силою честнагу и животворящего креста. Стали христиане ставить поклонные кресты. Вот уже отсюда появляется не просто крестное знамение, но и чтобы свидетельствовать, что место мучеников здесь пострадали, христиане стали увенчивать, как увенчал Господь всю нашу истинную веру в жизнь, через распятие, через скорби и страдания крестным знаменем. Вот откуда на дорогах, особенно и у нас в России, стало появляться много поклонных крестов. А откуда пошел обычай в России ставить поклонные кресты? Первым к нам на Киевские горы пришел стыдой Андрей Первозванный. И он принес и поставил крест, которым засвидетельствовал, что на этих горах воссияет благодать Божия. И Бог воздвигнет здесь, на этой земле, множество церквей. И вот с тех самых пор, со времен святого апостола Андрея Первозванного и на Руси стали христиане устанавливать кресты. Кресты поклонные установлены им на многих местах нашей Кубани. Давайте же, дорогие, помним, что мы живем в мире, разделенном на две части. Не на 10, не на 15, не на то количество сект и религиозных партий, а может быть политических и общественных движений. Нет. Весь мир разделен крестом на тех, кто последовал за ним, кто поклоняется кресту и воскресение Христова славит. И на тех, которые не признали Христа распятого, и до сегодняшнего дня, и в политических партиях, и религиозных образованиях, гонят распятого, которого мы с вами проповедуем для иудеев соблазн, для эллинов безумия, а для нас спасаемых. Сила Божия. Аминь. Сила Божия. Продолжение следует...